Рабочие мягкостелят на берегу Дона слоеные матрасы из камня и металлических сеток. Конструкция действительно называется матрасами Рено. Такая постель обеспечит целостность сооружения, повышенную прочность за счет равномерного распределения нагрузок. Течение реки в излучине ускоряется, вода сильно подмывает берега у Семикаракорска. Если бы мы не делали береговое укрепление, то при двух паводках больших начали бы рушиться берег, и в Дон бы начали падать и жилые дамы. Поэтому мы обратились к губернатору. Василий Руджолубев нас поддержал. По проекту длина берегоукрепляющей конструкции почти километр, а высота защитной стены 12 метров. Разработчики сооружения посчитали, Тихий Дон, если его не загнать в каменное русло, нанес бы ущерб более 800 миллионов рублей. Профилактические меры обошлись бюджету в 7 раз дешевле. Такие процессы у нас идут во многих местах Ростовской области. Очень подвержены разрушению Таганаровских залив, берега Цемлянского хранилища. Но очень много мест и на Дону, на Нижнем Дону, в Романовке, в Константиновском районе. И одно из таких наиболее опасных мест, вот здесь, где мы с вами находимся. Укрепление берега Семикаракорска завершится через два года. Каменное покрытие не только защитит от размыва эту часть суши и обезопасит полторы тысячи жителей от возможного подтопления, но и спасет саму реку от загрязнения. При этом в райцентре появится красивая набережная. С зонами отдыха, скверами, детскими площадками. Почти как в Ростове-на-Дону. Анжела Кутни, Андрей Токарев, Южный регион.Инфо.